всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет реакция на видео под названием 5 самых известных бандитов казахстана ну или воров да вы почти что под каждым видео просили чтобы я сделал реакцию на это видео вообще на эту тему так что вот пожалуйста приступаем к просмотру ну и как говорится вечер в хату да господа арестанты погнали смотреть после развала советского союза в уже суверенном казахстане стали образовываться криминальные банды которые занимались рэкетами или преступными действиями а некоторые имели такой авторитет что с ними считались даже во всей снг добро пожаловать на youtube канал байми микет сейчас мы покажем вам пять самых ужасных криминальных авторитетов казахстана поехали бахов фестиваль этот уголовный авторитет всегда стоял особняком от других мафиози казахстана он трудно уживался со системой даже уголовный ходят слухи что он несколько раз в нетрезвом состоянии днем катался по городу и врезался на большой скорости в чужие автомобили а потом спокойно уходил с места дтп есть еще история о том как он с друзьями поехал в нью-йорк и для меня до них докопались афра полиции как таковой не был все боялись баха и его друзья отобрали у них биты все оружие о чем потом с гордостью рассказывали своим приближенным знакомым баха будучи кадровым офицером имел награды за храбрость и мужество которые получил во время войны в афганистане война в афганистане явно повлияло него после чего он стал особо жестоким криминальным авторитетом многие называли его отчаянным парнем баха был известен как организатор многочисленных криминальных разборок в лихие 90-е одним из самых первых откровенно ракетирских убийств было совершено именно в отношении бахи в 1993 году баху фестивале и четырех его подручных расстреляли из автомата в одном из частных домов в районе малой станицы четыре брата четыре брата они же айшуат жантугель группировка была создана в 1992 году и насчитывала свои лучшие годы до 300 человек преступники специализировались на контроле рынка сбыта наркотиков и гсм в актау также под их контролем были и горно развлекательные и торговые бизнесы вещевые рынки автостоянки промышляли контрабандой на границе и железноторожных перевозках группировку связывали коррупционные отношения с кнб и мвд лидерами банды числились серик матышев курман галисат и балдиев а также инвалид еркан из баса совсем недавно был арестован главарь группировки еркан из баса а вместе с ним еще 25 членов группы всех их приговорили в общей сложности к 142 годам тюрьмы при этом главарь еркан из баса получил 12 лет заключения организованную преступную группу под названием четыре брата обвинили в вывозе черного золота со месторождения актюбинской области и продаже компаниям под видом печного топлива по версии гособвинения 26 человек вместе с ерканом из баса раму доживали легальному обороту нефти в регионе рейдерству разбой похищением людей и вымогательства опг от оба это опасная банда контролировала водочный бизнес несколько казино средства и на пологе и таможенные как бы это небольшая группировка достигала 30 человек и была достаточно авторитетной лидером организации был толгат от оба и все страдавший с аром и обед вечером 12 декабря 2005 года он пытаясь сбежать от полиции выскочил из автомобиля toyota land cruiser и вбежал в помещение игрового клуба астек однако убежать ему удалось недалеко прямо в помещении клуба ему стало плохо скончался от оба еще до прибытия кареты и скорой помощи приехавшие позже судмедэксперты установили что толгат от обаев страдал склерозом вен и артерии сердца в 2007 году были задержаны несколько членов опг от оба занимавшиеся вымогательством у крупного предпринимателя на одном из строительных рынков южной столицы существует ли данная опга сейчас доподлинно неизвестно депутатский корпус этой группировки рэкетиров державших в страхе многих бизнесменов уговодили приятели по прозвищу и кан и мурка последний был задержан 12 июня в алматы в ходе спецоперации кнб правда к этому времени его знали в республике уже не как рэкетира мурку а как крупного и влиятельного бизнесмена владельца стекольного завода мурадхана токмади по версии правоохранителей данная о пг контролировала отдельные спортивные секции по шейпингу и развлекательный игровой бизнес эта банда с 90-х годов занималась рэкетом и держала в страхе многих бизнесменов бизнесмены жаловались что и кань и мурка со своими товарищами избивали их угрожали оружием требовали колоссальные суммы денег на преступников все эти годы неустанно поступали жалобы со стороны бизнесменов но большая поддержка высших эшелонов власти помогала лидерам о пг выходить сухими из воды существует и в наши дни о пг депутатский корпус также неизвестно по слухам но рыжий алмаз жил-был такой человек насыпай насенов решила однажды заняться бизнесом но тут же стала жертвой наезда рэкетиров после этого мужчина произнес такую фразу когда общество делится на волков и овец лучше самому стать волком после этого парень сколотил вокруг себя большой коллектив из бывших сотрудников правоохранительных органов спортсменов и воинов афганцев его окружение дало ему грозное прозвище рыжий алмаз численность данного о пг достигала около сотни человек бандиты контролировали сеть автосалонов вещевые рынки орал и булашак крупную бензиновую компанию ряд нефтяных скважин в магистауской области и горно развлекательный и шоу-бизнес также они занимались продажей зерна по всему казахстану и снг большое количество современных успешных бизнесменов свое время пользовалась поддержкой рыжего алмаза основное окружение алмаза ходил в спортивках хотя сам алмаз очень любил щеголять в строгих костюмах жизнь криминального авторитета закончилась печально в 1998 году он был убит на своей вилле в испании тело не сибая привезли на родину из барселоны 31 мая в 1998 году всех одна судьба до дом заполонили плачущие люди принесли мне подарки обнимали и целовали меня народ шел и шел во дворе стояли полицейские машины а на крышах сидели снайперы видимо правоохранительные органы боялись каких-то провокаций а может быть хотели кого-то поймать рассказала дочь авторитетного бандита спустя 20 лет сейчас судя по всему это дочь и депутат да какая-нибудь депутатша или как там правильно говорится по короче ребят всех один и один и тот же итог да в лучшем случае кто-то сидит в лучшем случае остальные их уже нету давным-давно как бы ну вот как бы лично мое мнение да могу конечно ошибаться но почему это все как бы откуда они появились да конечно же они еще и ну вообще вот это вот преступность организованная преступность она конечно же и было раньше еще и 80-е года и 70-е это всегда было но после развала союза да что у вас что у нас что вообще по всему снг это просто был взрыв вот это вот этой всей криминальной движухи и какой здесь правильно одна фраза была произнесена ну смысле не то что правильно а по ходу на то время это действительно было так как бы ну объективной это было реальностью то что если ты не волк тут и овца да по моему так это фраза звучала ну или как то так то есть государство вообще на тот момент просто как бы абстрагировалась до от управления страной они там наверху делили да вот это вот все все вот эти пироги которые достались от развала союза что у вас что у нас опять же и все люди были предоставлены сами себе поэтому такой был взрыв этих преступных группировок милиции полиции милиции до в то время вообще как таковой но она была конечно но это так было чисто формальность я думаю как бы все это все знают все это прекрасно понимают которое поколение 30 плюс до 35 плюс ну и старше соответственно молодые конечно же да и грубо говоря даже моего возраста это застали это в том возрасте когда мы были еще детьми а кто постарше да они прямо вокруг этого всего как говорится жили молодежь конечно этого всего не знает и сейчас все кто остался на плаву да вот из этих ребят из 90-х сейчас они все либо депутаты либо ха не удивлюсь президенты да вы понимаете про кого я говорю такие дела так и живем видео такое было немножко неинтересно в плане видео самого то есть здесь были половина кадра кадров из фильма рэкетир которому недавно смотрели кстати ссылка появится где-то здесь наверху кто не смотрел проходите реакцию смотрите и в основном тут конечно же надо слушать ну так как бы было интересно занятно у нас тоже так не хуже как говорится ну и не лучше да в принципе одно и то же просто страна разная ну все всем пока спасибо что посмотрели это видео со мной пишите в комментариях все что вы думаете по этому поводу удачи а